Очень холодно, но все равно в такую погоду, наверное, и хочется больше тренироваться, чтобы согреться. Как проходит подготовка к Кубе? Что можешь сказать о сопернике? Хороший соперник. Будем, что могу сказать, то что будем играть только на победу. Хочется победить, и подготовка идет полным ходом. Какие у вас ощущения? Вы много раз вызывались, но доехали впервые, все время травмы, в рождении уменьшали. Отсоединения в сборной? Только положительные эмоции от сборной. Я много раз не приезжал по медицинским показателям, и сейчас получилось, очень доволен и рад находиться здесь. Не было какого-то в связи с этим страха, предрассудка, что опять вызвали, вдруг что-то там, может, берегся где-то? Да нет, такого не было ощущения. Наоборот, ждал вызова и надеялся увидеть себя в списках. Знаете ли вы хоть с одного футболиста куба? В данный момент нет. Насколько принципиально победить? Всегда принципиально побеждать, наверное, и не только вообще со всеми командами, не только с кубой. Вам еще рассказывали, что ожидать от такого соперника, чем они им будут опасны? Ну, конечно, рассказывали, что ожидать, что нужно делать. Чем опасны кубинцы? Своей игрой. Говоря о турнирном положении Краснодара, последний матч с «Зенитом», как ты считаешь, команда все-таки была больше близка к победе или поражению, потеряли два очка или наоборот? Ну, давайте по сборной, лучше вопросы по клубу, потом там, в клубе, когда будем находиться. Сейчас пока штат в сравнении. Есть ли какие-то вопросы с мотивацией, несмотря на то, что это товарищеские матчи, с ней нет проблем, все равно это сборная? Ну, конечно, нет проблем, и какие проблемы, если команда играет, сборная собирается, все тренируется, подготовка, подготавливаемся, готовимся, будем играть, какая разница с кем. Возможно, слышали, UEFA чуть ранее принял решение допустить команду России 17 лет, потом это хотели сделать на эти турниры, отбор на эти турниры, чемпионат Европы, вот, 24 года. Поэтому, ну, UEFA отложил решение, потому что техническое решение не нашлось, вот, но в целом, Александр Валерьевич сказал, что в будущем, в следующем году уже возможно участие. Как оцените такой шаг от UEFA? Прекрасно, прекрасно, то, что начинают допускать нашу команду, и очень хорошие эмоции получат и ребята, и вся сборная получает только положительные эмоции от этого. Как вы думаете, это шаг к возврату основного сборного? Ну, конечно, какой-никакой, но все же шаг. Это твой полноценный первый сбор с командой, как принял коллектив, с кем больше общаешься, кроме одноклубников? Да, прекрасно принято, со всеми общаемся, всех друг друга знают давно, так что поэтому со всеми прекрасные отношения. Как-то, может быть, особенно общались с нашими легионерами, что-то новое у них узнавали, интересовались, как во Франции? Да, со всеми общаемся, со всеми все узнаем, поэтому что-то новое для себя открываем. У вас больше мотивация от того, что матч придет в России? Ну, всегда приятно играть при своих трибунах. Наверное, да, больше. Всегда большая мотивация, но сейчас, наверное, еще больше. По тренирующему процессу есть разница? Чувствуешься между ребятами из РПЛ и Головином Кузяевым? Ну, конечно, и Головин, и Головин, и Кузяев прекрасные футболисты, и неспроста же они играют в Европе за границей. А чем они отличаются от ребят в РПЛ? В чем превосходит? Ну, наверное, больше физического плана. Матч с Кубой может стать для тебя дебютом. Какие предвосхищения или ощущения от потенциального дебюта за сборную своей страны? Ну, пока еще, наверное, завтра какие-то я больше получу ощущения. Сейчас пока еще два дня до игры, пока еще не ощущаю ничего, наверное. А так, да, очень хочется дебютировать за сборную. Спасибо. Спасибо.